Маленькие вам объявления даются. Заметьте. Тараси, подойди-ка сюда. Вот смотрите, у вас у всех одинаково. Никто не учит. Вот фуражка. Она хорошая сделана. И вот козырек ломает и ломает стоит. Ни один козырек выдержать не может. Зачем вы его ломаете? Даже за стол сядет и давит. Ну маленько за собой. Можно следить-то. Фуражку купили вам родители. Она стоит деньги. Вот обязательно ее сломать надо. Когда сломал, успокоился. Дальше уже ломать некуда. Она еще отвалится. Я спрашиваю, зачем ты ее ломаешь-то? Не знаю. Комара не надо отмахивать. Его убить надо. Он один и тот же. Вот даже это не знаете. Вот смотрите. Где они садятся больше? На нижнюю часть. Все. Пять штук нету. А ниоткуда они не налетают. Это один и тот же комар. Вот стоит где комар. Убил его? Все. Его нету. Та же паута. Теперь, когда воду приносят, шторку не открывать. Из-под шторки брать. Тюлевые, которые. Закинули наверх. Сколько ты выливал, столько время комары залетали. Вся кухня в комарах. Но это не все. Когда ушли, она так и осталась висеть. Нет, я не ушел. Я там в бачок залил воду. Ну разница. Ты в бачок наливал, не ушел. Она открыта. Ну да. Я не ушел. Комар, не залетай. Я не ушел. Я рядом. Комарик, куда ты летишь-то? Я же вот у бачка стою. Но ты же ему не можешь сказать этого. Нет. Что-то как малахольное называется. Самое простое дело, надо десятки раз вам говорить. Вы вывод делайте. Комар налетел. Что сделать, чтобы он не налетал? Протравить. Комар-то улетел, а трава-то осталась. Она для тебя осталась, отрава-то. В прошлый раз сказал скосить. Не скосили. Ребятишкам сказал, сухо будет. Прийти и вырвать все травинки. Не пришли. А там лучше. Там никак не лучше. Здесь далеко видать. Смотри, какое обозрение. Наше озеро, пруд. Все рядом. Побыли. Еще будем мы здесь или не будем. Ну, маленько. Вот сейчас все не случилось это. Взяли бы для себя это. Вот Володя Устинов. Он долго работал машинистом. И вот случится авария где-то там, под Москвой. Мгновенно начальство собирает всех водителей, тепловозов, электровозов. И опять инструктаж. По-новому надо сдавать. Замучили, говорит. А как по-другому? А в сталинское время было так? Не было. Их сразу всех расстреливали. Все следующее. То есть хуже некуда вели себя. И ничему не научились. Вот услышал авария. Вот сейчас сказали. Она переезжала. Валентина Николаевна, наша помощница. Кто-то за рулем сидел. Не видели? Поезд идет. Я говорю вам, это слышно? Вы же будете шоферами где-то водить. Личные машины у некоторых будут. Написано стоп. Я говорю, ты считал? Считал. Ну зачем ногами мотаешь-то? Объясни. Ты убей комаров, лучше на ноге сидят. Или лень. Ногами-то не мотайте. Стоп это означает что? Остановиться, а не то, что там стоп. А я смотрел. Смотреть это другой вопрос. Главное, ты должен машину остановить полностью. Мало того, если она на пригорах, она маленько назад сдвинется. И смотри налево-направо. А если рядом поезда стоят, выйди посмотри. Вот так стоит. Да вроде и нету, едет. И как ударил, я не знаю, на мотоцикле или куда. Голова отлетела чуть не за 100 метров. И ударилась голова. Ударилась там сетка. И сетку погнуло или порвало. Я смотрел в интернете сколько стоит. Ну можно хоть маленько-то остановиться. Ну проследите. Вот летят голуби. Куда не полетят два голубя? Вот за ними кто-нибудь. Ну ты не отвлекайся. Ребятишки, смотрите, где они сядут. Если они летят ко мне, это я их там приручил. Это означает, что они не бросили то, что научены. Они летят на естественный водоем. А у них там вода налита, все. А поворот делают такой с отступлением от маршрута. Они из-за дерева должны вылететь сейчас. Смотрите внимательно. Глядите, где мелькнут между деревьями. Дальше туда, смотрите, он левее. Они где-то должны пролететь. Это мы уже новое о них узнаем. Ну ладно. Он не остановился. Ударило и погибли все, кто в машине. Мне хорошо знаком был писатель Свинцов. Много лет работал он в милиции. Писатель, уважаемый человек. Племянник или кто сидит за рулем. Стоит поезд. Ну надо выйти за него, из-за поезда это не видно. Никаких. Ударило, все умерли. И только по книгам, которые рассыпались, определили, кто это был. Значит, ее мяло-мяло эту машину. Это я только сколько знаю. Ну можно же смотреть. Я вот работал позавчера. Один пилит деревья. Ну а я-то стою и давлю, чтобы упало куда надо. И каждый раз говорю. Вот дерево это упадет сюда. Нет, оно сюда. Падает туда, куда я сказал. А как вы узнали? Ну как, внимательно смотрю, куда крона. То есть крона ветви куда большую часть. Где изгиб идет. Я смотрю сразу мгновенно центр тяжести. Опрокидывающий момент. Это мгновенно. Полсекунды может требуется на это. И упадет туда. И он раза три попробовал. А получается побои. Теперь говори куда. А то я попаду не туда. То есть в любом деле ты должен быть профессионалом. Ветер дует. Крона. Куда давит. Значит с той стороны надпиливать. А сюда основной пропил должен быть. Если большое, значит вырезать еще треугольником. Чтобы дерево было куда наклоняться. Даже этой глядят и нет. И после этого с кем я пилил, он все время, каждое дерево стал спрашивать. А куда оно упадет. У меня, это не моя специальность. Он раз попал на это дело, должен смотреть. У меня отец был 40 лет пастухом. Он инвалид войны, без руки. Руки не было. И он вот выйдет. Отец знает, где какая трава растет. Когда напоить. Мы выгоняли, когда снег еще лежал. Местами проталины были. И кончали пасти, когда снег полностью покрывал. И у меня такое сложилось мнение, что пастух отвечает за овец. Сегодня не так. До обеда. Один пастет, после обеда другой. Я такого не слыхал и не видал даже. Это как надо облениться, как не любить скотину. А я не люблю пасти. Да кто тебя спрашивает, любишь ты, не любишь? У тебя скотина есть. Так теперь придумали как. А ты вот иди, пасти два часа. А я через два часа смотрю дома телевизор. Придет ее за меня. До обеда уже не стали пасти. Кто? Юнчики. Я ходил их, стыдил, срамил их. Бесполезное дело. Результат скажется. И в очень скором времени. Что они приучены к работе. А какая работа нравится? Так и не определился по сегодняшний день, какая нравится. А ты скажи, любая работа от Бога, если во имя Христа делаем. И сразу обстановка изменилась. Вот сразу. Вот вчера я вам говорил. Кто-то не донес до туалета то, что ел вчера. Дорогу, самосвал сбросил. Ну и что? Теперь в туалет по одному не ходить. Ну-ка, дай знать. Катя, рядом сидит Маша. Она может опрокинуться. Ну положи руку туда. Что ж так безразлично-то? Объясни, Маша, Софья. По одному в туалет не ходить. Подойти более старшему. Рот закрой. Все время язык высовываешь. Вот ты думал идти в туалет? Подойди, кто там? Агния, так иди со мной. Она зайдет, а ты постой на улице. И все прекратилось. Вдвоем это ты не сделаешь. Ну не двое же будете садиться-то. И рядом не нашла 2-3 метра-то. А эта стоит вчера уже залезла ногой. Да не в этом беда. Беда, что среди нас Господь ходит. Я об этом не говорил. Как-то неудобно. А как не говорить-то, когда... У нас всего 12 туалетов. 12. Где купаемся, туалет. Зайдете здесь у нас в туалет. А Надежда Васильевна это все лагере принадлежит. Даже там, где мы находимся. Кино смотрите. Там два туалета. Два. Другой там, где папоротник растет. Поэтому... Вот поговорили вчера. А результат какой? Такое, что по одному не ходить. И мальчикам так же пальцы не грызти. Мальчик пошел к туалету рядом не подходить. Когда тот. А то придумали как. Воспитатель зашел туда. Они стали его мочить в сортире. Мочить. Знаете, как сказал Путин? Мочить этих террористов. А они нашего воспитателя мочат там снаружи. Водный исход делают через дырку. Он вышел. Вы что же делаете, ребята? Вот такое дело. Мы тут разбирали это. Мочить в сортиры в буквальном смысле. А другие, значит, так. В эту бросают. Раз он там, значит, у него какая-то часть тела голая. Крапиву лезут и бросают. Тебя крапива ждет на этой стороне. Ты забыл? Я тебя на расправу потащу. Зачем тебе это делать? Вот на таком расстоянии, вот как я до Тарасия стою, вот так вот от туалета ближе не подходить. Стой, стой, молись. Он вышел оттуда. Зашел ты, ты не уходи. По одному к туалету не ходить. Слышали все? Да. А скажи, что сказал сейчас, Миша? По одному к туалету не ходить. И в туалету не лезьте, когда другой там. И там нужно куда ходить, что-то объяснять-то. Мимо ходят-то. Совсем никакие щукчи. Ну, думаешь, ты мимо туалета не ходишь? Игнать Иванович. Как Филипп Филиппович говорил, где разруха-то, старуха эта? Если мимо писсуара, говорит, начнем ходить, ты, Зина, что с нами будет? У мальчиков то же самое было. Тоже мимо туалета сходили. Ну, я говорю, за каждым проверять не будем. Вы помните, здесь был мальчик один? И он что-то там с туалетом был. Я ему дал, сказал, утром лопату. И вот строение, за строение вон за те. И там ходи, выкопай себе ямку. И туда будешь каждое утро ходить и закрывать травой, чтобы не было видно. А он проходит время, гляжу, ходит в туалет. А кто тебе разрешил? Ходи туда. Тебе этот туалет не нужен, если ты гадишь там, куда попало. Вы слышали? Да. Ну, ты не думаешь, что на тебя управы не найдется. Ты еще попало делаешь. У нас были такие, как кадетский корпус. Кадетский корпус, это офицеры будут. Ну, какие же они кадетский корпус? Это надо где-то достать, или он в штанах доставал, или где. И где играете? Теннисный зал. Они стены измазали. Стены измазали говном. Еще нормально. Ну, у них же родители были. Они же видели, что говнюки растут. Смердящие. Был такой человек, маленький, его крестили, в воду поставили его. И он в воде стоял, когда в воде крестили-то. И в это время порожнился. Написано, испустил гной. Ну, какой гной? Гной это из раны, когда гной-то. Ну, так выражается-то. И поняли, что это будет нехороший человек. И дальше он вырастет, и будет Юлиан Отступник. Этот, там не объявляя, не отступник это говорится, а Константин Капроним. Капроним гнойный. Андрей Кураев говорит, это просто Константин говнюк. Так везде все историки пишут. Константин говнюк. И он стал, когда императором, стал гнать православных христиан. Вот где уже. Одна девочка крестила и воспринимала ребенка. Маленькая она. Я буду ему, как крестная мать-то. Держала и хлопнулась, упала. Здоровая, крепкая девочка. С чего она в обморок упала? Ну, вы не знаете, кто это будет? Это главная ведьма в мире будет. Елена Блаватская. Это дальнейшее все это показывает. Это не просто так. Это знамение. Знамение Бог нам дает. Чтобы мы насторожились по отношению к этому человеку. Ты не дошла, мимо ходишь, другой залез. Тебя Бог найдет. Тебя, говорится, рылом, говорится, мордой туда будут толкать. Потому что это уже не лицо твое. Ты потерял лицо человеческое. Тебя будут тыкать, как кошку покосливую, которая не ходит. Рассуждать-то о чем нам приходится. Ты один раз услышал и себе зарубку сделал. Этого делать нельзя. Этого совершенно нельзя делать. Об этом даже думать не надо. Не мотайте ногами. Мы вот о чем вчера говорили. Об этом деле. Прошла ночь. Что изменилось? Ничего не изменилось. С сегодняшнего дня наблюдайте, кто пойдет один. Сразу его тащить на расправу. Двоем. А ну давайте потренируемся сюда. Ну-ка вот это. Иди сюда. Подойди ко мне. Ну одна. Так. Вам надо в туалет. Сейчас иди. Что будешь делать дальше? Подойди. Подойди кому-то. Скажи, скажи. Я хочу идти в туалет. Пойдем со мной. Все. Теперь двое пошли. Понятно? Ну попробуйте так. Тебе надо в туалет идти. Миша. Что нужно? Подойти. Все. Ты должен немедленно пойти. Никто не имеет права отказываться. Теперь подошли. Ты заходишь, а он на таком расстоянии. Понятно? В доведение вон, где сидят девочки. Ты заходишь там. А ты? А ты стой остановись. Куда пошел? Вот это тренироваться надо. Вот на таком расстоянии к туалету не подходить. И вы. Тебе понятно? Что надо? А можно ходить? Ну вот когда двое человека пойдут, если оба... Я что говорю, тот и-ка поднимай. Еще не надо больше. Все, остальное будешь путаться. К любому. Пошел, подошел так. Идем. Все, ты... А он выходит, говорит, тогда ты подожди. По одному не ходить. По одному не ходить. Все. Исключено. У нас по одному нельзя заходить в кельве. Воровство исчезло. Он спрашивает, можно ли второму тоже в туалет сходить. Кому? К второму в туалет. Я сказал, когда выйдет. Несколько раз сказал. Когда тот выйдет, ты ему скажи, не уходи, я пойду теперь. Я же объяснил это. Надо слушать, не спать. Вот таких вещах рассуждаем. Хорошо ли? Библия святая об этом говорит. Возьми лопату и зарой. Твои испражнения. Когда сядешь. Не стой, оправляются. А сядешь. Сядешь. Вот наркоманы, они все вот так садят. Никогда так не садитесь. Ногу подложи под себя или ляжь, или как. Так. Смотри, Алеша, он может кувыркнуться. А ну-ка, слезь оттуда, Алеша. Не надо садиться тебе. Стой так. Слабенький, кувыркнешься. Сон подходит, не садитесь туда. Мы говорим о том, что крайне необходимо исправить. На костре никому не бальки вот эти, которые красивые на камышах, не брать. Это граната замедленного действия. Она шает целый день. Костру не подносить. Гляжу, в прошлый раз столько наносили. Воспитатель ни один ничего не говорит. Не брать в руки их. Тебе можно брать, когда домой поедешь. Дома там делай, что хочешь. Здесь нечаянно где-то, и все уже загорелось. Не делать этого. Они понимают, что он сидит, в это время дремет. Видишь? Нестор как хорошо ногами зацепился. Вот агния также зацепилась. Ногами зацепись. Вот так. Это правильно. Слушайте внимательно, что мы просчитаем. Матфеевич, 4 глава, 18-19 стих. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев. Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море. Ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Толкование. Блаженного фифилакта. Симон, Петр и Андрей были ученики Иоанна, крестителя. И еще при жизни Иоанна видели Христа. Еще при жизни Иоанна видели Христа. И слышали о нем от Иоанна. Вот агнец Божий. Евангелие от Иоанна, 1.29. Но когда увидели, что Иоанна связали, они опять возвратились к рыбарской жизни. Там Иисус, идя около моря, уловил их. Что-то есть запомнил? Так, еще немножко, да. 20 стих. И они тотчас оставив сеть и последовали за ним. Толкование. Они и прежде, при жизни Иоанна, слушали Христа. Но оставили его. А теперь, увидев его, тотчас опять последовали за ним. Так, я двоих ребят пошлю за лопатами. Мы с Владерема останемся здесь, когда вы уйдете. Сразу не пойдем туда. Так. Егор и Нестор, сбегайте. Две лопаты штыковые, которыми копать можно, не совковые. Посмотри, которые там. Новые там ручки у них. Бегом туда и обратно. Да аккуратно бегите. Пошел. Ну, повернись, раз побежали. За счет, другой раз, гляжу в церкви, упрется стоит. Разные люди подходят ни на шаг никуда. Вот это засыкленность. Ты ему передаешь, он не смотрит. Обстановка изменилась. Две девочки одновременно припадают, интересно. Ну, поверни от батюшки, то туда, ничего не видят. Ты туда глазом, полглаза туда, остальное туда. Я когда насчитывал книги «Архипелаг ГУЛАГ», я стоял, у меня сделан здесь. Два микрофона висит, наушники. Я начитываю, считаю, а сам смотрю в окно. Машина уже стоит, за мной наблюдает КГБ. И кто от меня не уходит, всех обыскивает. Я должен видеть все. Что означает считать? Вот я читаю, а все тексты написаны по-славянски, библейские. По-славянски. Но остановить-то нельзя, магнитопон запись ведет. Вот это магнитопон, это пленка. Я сразу, мгновенно смотрю, так по диагонали считать называется. Одновременно весь текст захватывать. Сразу этот текст привожу на память, как он по-русски звучит. Перевод. Ты понимаешь, какая это работа. Толкование нового полностью завета. И ни разу нигде не остановить. Я должен был все время, видя славянский текст, давать его в переводе синодальному. Какая была проделана работа. А теперь это все в интернете стоит. Ты проси у Бога. Бог даст совершенно необычные тебе знания, способности. Наши молитвы как раз в том и заключается. Показать нашу немощь, несостоятельность. И полную надежду на Бога. А он дал помощников нам. Ходотайство Матери Божией. Святых ангелов, херувимов. Вот об этом говорит. Сегодня такой вопрос задал один. Какой-то там Щербовицкий или какой-то. Вот в одном месте написано, Христос сидит в откровении, а в другом стоит. И вот что означает стоит? Это один престол у отца сына так заголовно возьмется. А о чем рассуждает? Ни один святой отец не рассуждал. Это таинственное все. Это означает, что он ничего не делает. Он из пальца высасывает это все. Вопросы о божестве вообще никогда не ставить. Церковь приняла отца и сына и святого духа. Символ веры. Нихео цареградский. Неповрежденным его сохранять. И без тебя этого хватит уже достаточно. Вы сейчас как пойдете, а мы останемся с Владимиром, начнем корчевать. А ты только маленько расставь, и сразу приди остатки с коси. И днем сегодня привезти, дать рукавички или так, вот сухая трава будет, вокруг все убрать, комаров не будет. Они на траве сидят. Ходить каждое утро сюда, если дождя нет. Вот видишь, крапивы даже не убрали. Сколько времени идет. Ногами опять машешь. Так, кто у нас от Синько пришел? Вот. Два раза вчера она выступила на нашем ютубе. Все хорошие слова. И все говорит. Надо вам самим за собой смотреть, там другим и проще. Выступает как лучший наш друг. Ну, заступник. Многие говорят неправильные. Понятно. Видишь, какие радостные известия. Давай. Матфеевич, 4 глава. А здесь-то не будете никаких комментариев? А что там такое? Ну, что он, закидывай все эти, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков. Ну, тут все понятно. Ловцами человеков это обвинение было. Вот ловцы душ. Так называется ловцы. У меня было свидетельство, я одной женщине проповедовал, говорил о Христе все. Она говорит, ты все пытаешь меня в свои сети. Я говорю, да, в евангельские сети вас хочу. Так написано. Не бойтесь этих слов. Не надо эти слова как-то по-своему говорить. Да нет, я просто так. Мы ловцы. Ловцы душ. Витя поет на моей стихотворении, помнишь? Ловцы бессмертных душ. Когда идут, звонят, звонят там или как-то и прочее. Значит, сейчас пойдете, вытащим пилы, чтобы немножко поработали. Все на этом. А мы здесь останемся, сделаем. И днем, вот смотрите как. Вот сами решите. Виктор Николаевич один в доме сейчас. У него огород зарос. Ему помочь надо, нет? Да он-то с вами-то сколько время потратил-то? Приходит, песнопение, изгущает на мотоцикле, катает. Разговаривать нет. Он сказал, человека три. Кто пойдет? Так, маловато. С тяпками могущая работа. Акнили, раз. Подожди, только девочки. Так, просят два. Только девочки. А че ты, Оля, не поднимаешь руку? Ну, три. Вот три. Остальные, этот... Дядя Володя заберет на свой огород. У нас там есть. После обеда пойти опять на Рыжковский, пройти прямо, где поле с правой стороны обхватывает, и у батюшка сказал, там ягода есть. Ягода практически везде заканчивается. Или сапрела в траве ее нету, или сгорела на бугре. Дело в том, что у нас огородчик зарастает. Я про это тебе говорю. После обеда. А, после обеда. Я про это и говорю. Вот этих отдай, отведи или как, тяпки им натащи. Я не знаю, у них вес нету, ведь и тяпки-то. Но взять свои, обратно в тебя тяпки принести. Три человека. С Богом. Идите все, как всегда. А мы здесь останемся. Иди туда, Никита, до конца. Первый идет. За ним, волшим следом.